Всем привет! Привет из Австралии, из солнечной, жаркой Австралии, из города Дарвин. Вы на канале Наталья Лайф Австралия. На этом канале я делаю видео об истории моего переезда, моей эмиграции в Австралию, о жизни в Австралии и о наших путешествиях. Кстати, совсем скоро мы отправляемся в наше следующее путешествие, небольшое путешествие, но я думаю, что очень интересное, и поэтому подписывайтесь на мой канал, и вы будете путешествовать вместе со мной в моих видео. Ну а всем моим друзьям, кто уже подписался, я хочу сказать огромное-огромное спасибо за то, что вы смотрите мои видео, комментируете и ставите лайки. Ну а сегодня моё видео – это продолжение моей истории, моей эмиграции в Австралию в мои почти 50 лет. Ну сейчас мне немного больше, но началась эта эмиграция, началась эта история в мои 49, так скажем, лет. И даже, скажем, раньше – это о том, о чём я сегодня хочу поговорить, а именно о сайтах знакомств и о моём английском языке. Дело в том, что мой английский язык, уровень моего английского языка был настолько-настолько низким, когда я пошла на сайт знакомств, так скажем, на уровне школьной программы. А вы сами понимаете, да, что училась я, так скажем, 30-40 лет назад. И тогда, я думаю, что уровень обучения английскому языку в школах был не настолько, не настолько высок, особенно в регионах. А я жила и училась в небольшом городе, в Заурале, и поэтому, ну вот так скажем, что базовый, базовый, очень-очень скромный уровень английского языка. Да, я училась очень хорошо в школе, у меня были способности, и даже по английскому языку у меня была оценка 5. Но вот когда я столкнулась с тем, что мне нужно понимать, мне нужно общаться, мне нужно говорить на английском языке, то, конечно же, я поняла, что этот уровень настолько-настолько далёк, настолько-настолько низок и слаб, что мне нужно взять себя в руки и начать всё-всё сначала, всё с нуля. И вот тогда, когда я пошла на сайт знакомств, об этом мы поговорим немножечко позднее, во второй части моего видео, но именно тогда же одновременно я стала изучать, да, изучать, не вспоминать, а изучать английский язык, и делала я это самостоятельно, онлайн, в Ютьюбе или на каких-то там других веб-сайтах, но онлайн и самостоятельно, по компьютеру, так скажем. Я начала я с того, что я нашла один канал на Ютьюбе, и вы знаете, могу посоветовать это для начинающих, мне он очень понравился, и мне он помог, помог вот именно вспомнить какие-то базовые вещи, вещи, какие-то базовые приёмы в английском языке. И это сайт 16 уроков английского языка с Петровым, по-моему, так называется. Я сейчас не помню, Александр Петров, полиглот. Это полиглот, который помогает изучать базовый уровень разных-разных языков. И вот я прошла все эти 16 уроков базового английского. Сначала просто просмотрела их, чтобы вспомнить хотя бы немножечко то, что я знаю по-английски, и потом я более, так скажем, углублённо стала учить вот эти вот основы английского языка. И параллельно с этим я стала уже смотреть другие сайты изучения английского языка, и пошла на какие-то там веб-сайты английского языка, где я пробовала самостоятельно проходить тесты на уровень английского языка. Ну, вроде бы, казалось бы, зачем проходить тесты, если ты ещё не знаешь английский язык. Но вот именно эти тесты мне, во-первых, помогали понимать, где мои слабые места, а во-вторых, они помогали мне тренировать себя. Ну, то есть вот если я делала ошибку, то в следующий раз, проходя этот тест, я вспоминала. То есть вот как бы вот на запоминание. Да, мне немного это помогало. Да, это большая работа была проделана как с сайтами знакомств, так и с изучением английского языка, потому что это ежедневная работа. То есть каждый вечер, приходя с работы, я занималась вот этим. Когда мы уже начинали наши, так, значит, развивать наши отношения с моим сейчас уже мужем, он предлагал мне оплатить какие-то курсы английского языка в Москве. Вот тогда я на тот момент жила в Москве, но я отказалась. Я не знаю, вот сейчас я задумываюсь, может быть, я сделала ошибку, что я отказалась, может, мне надо было принять вот это вот предложение. Но тогда, во-первых, это была осень в Москве, холодно, слякотно, я еще работала. И после работы мне вот совершенно не хотелось тратить свое свободное время, добираться до каких-то этих курсов. И потом я очень много слышала о том, от девочек, которые уже переехали в другие страны, я слышала, что вот не совсем это помогает, потому что все-таки у нас в России обучение немножечко как-то по-другому происходит. А вот в реальности, на месте ты понимаешь, что вот этот сленг другой, в общении совершенно по-другому они общаются. Если нас учат более британскому, да, английскому языку, то в Америке там другой английский язык, в Австралии тем более абсолютно другой австралийский, английский. Здесь очень-очень много сленга, у них своеобразный язык, они очень-очень много сокращают. И я думаю, что ненамного бы мне помогли те курсы. И к тому же очень-очень быстро у нас, в общем, вот эти вот отношения закрутились, завертелись. Я практически сразу же поехала по туристической визе в Австралию, и мы стали путешествовать, и я поехала по второй туристической визе, и по третьей. То есть у меня, в общем-то, практически не было времени находиться в России. Когда я уже находилась здесь по второй, по третьей туристической визе, которую мне дали на год, то есть все, я уже понимала, что я здесь практически живу, мне муж стал предлагать пойти на курсы, если я хочу, по моему желанию, на какие-нибудь курсы английского языка здесь, в Дарвине. И мы нашли какие-то там пробные курсы, это 8 недель, один раз в неделю, что-то там заплатила 350 долларов, по-моему, за эти курсы в каком-то там училище, или это Senior College называется здесь, и я пошла, и группа была маленькая, вроде бы казалось, да, это вот хорошо для обучения, на уроке было 4 или максимум 6 человек. Но вы знаете, сказать честно, что мне понравилось, нет, мне не понравилось сказать, что я очень-очень много взяла с этих курсов. Нет, абсолютно нет, как бы вот опять же закрепили немножко. Сказать, что вот общение мне помогло на этих курсах. Ну да, немного общения с нашим учителем. Такой интересный был мужичок, такой уже вот прям пожилого пенсионного возраста. Ну, нет, нет, вот не для знаний английского языка эти курсы. Может быть, другим девочкам, у нас девочки были из Непала, из Камбоджи, вот из Камбоджи девочка была, ну вот совсем с нулевым уровнем английского. Вот может быть, ей это и помогло, потому что мы все равно уже общались, задавали какие-то вопросы друг к другу, делали какие-то задания, но мне было очень-очень скучно, очень интересно. Я закончила, я прошла эти 8 недель, но больше я второй раз не захотела вернуться. И как только мы поженились, мы стали думать, смотреть что-то уже более серьезное. К тому времени я уже очень много ресерчила, посерчила онлайн, почитала, поузнавала и знала уже к тому времени такую информацию, что как только я получу статус Temporary Resident, это временный житель Австралии, я буду иметь возможность обучаться английскому языку, я получу 510 часов бесплатного английского языка. Но так как мне еще, мы только-только подали заявку на Temporary Resident, но все равно мы поехали в университет, в местный, в Чарльз-Дарвин университи, чтобы узнать, что сейчас я могу получить. Мы поехали с мужем, да, вы так понимаете? В то время я везде-везде все посещала вместе с моим мужем, потому что вот я считала, что мой уровень английского языка вот настолько-настолько низок, и я больше стеснялась, стеснялась общаться. Да, к тому времени я уже понимала, понимала вот эту английскую, даже австралийскую речь, потому что мы, находясь на сайтах знакомств, я уже начинала общаться на английском языке, сначала с переводчиком, потом уже вот когда выходишь на скайп, там уже приходится общаться, так скажем, живую, хоть и онлайн, но ты же уже разговариваешь с человеком. Вот, ну и к тому времени, как мы уже поженились, я год, практически почти год находилась в Австралии, то есть это постоянное, ежедневное общение с моим мужем, с его друзьями, с его родственниками, общаться, но все-таки вот в такие места, как больница, университет, к примеру, магазин, ресторан, я все-таки стояла за спиной моего мужа, и все время он мне говорил, иди, иди, спроси, не стесняйся, если они тебя не поймут, это не твоя проблема, это их проблема. Главное, чтобы ты поняла, вот если ты понимаешь, не стесняйся говорить, это их проблема, если они тебя не понимают. И вот в этом я благодарна моему мужу, всем своим родственникам и друзьям он говорил, общайтесь с Натальей, говорите медленно, смотрите ей в глаза, общайтесь непосредственно с ней. Ну, то есть вот он давал такую установку, и сам он делал то же самое. Он до сих пор, общаясь со мной, когда вот переходит уже на такие более сложные темы, политики, экономики, не на бытовые темы, а вот когда говорит уже на более серьезные темы, где он использует уже такую лексику, так скажем, не бытовую, он все равно останавливается часто и спрашивает меня, ты поняла, вот ты понимаешь, что я имею в виду, ты поняла это слово? И если я говорю, что нет, извини, вот именно это слово я не знаю, он мне его тут же заменяет каким-нибудь более простым, или если он не может найти замену этому слову, он все равно старается объяснить, что это такое. Ну, вот тогда в то время, значит, вот он сопровождал меня, и мы приехали в университет, я сейчас не помню, что это за организация, которая вот предлагает обучение английскому языку для иностранцев. Они провели со мной интервью, интервью было не в присутствии моего мужа, они определили там для себя, какой уровень английского языка у меня, и он у меня был, конечно же, далеко не высокий, но, может быть, вот средненький такой. И они предложили мне там какие-то курсы пройти, но обучение было платное и, ну, так скажем, не дешево, не дешево. И я, зная тогда уже, что скоро-скоро я получу статус temporary resident, и я могу обучаться английскому языку бесплатно, я отказалась. Мы даже, я тогда помню, так немножечко повздорились с моим мужем, потому что ему не нравится, когда я вот перевожу это на деньги, он мне говорил, что он может мне оплатить. Ну, я вот такой я человек, я не хочу быть зависимой настолько, вот когда это уже касается большой траты денег, я чувствую себя как-то обязанной, что ли, после этого. Я не привыкла к этому, потому что вот если вы смотрели мое, начало, да, моей истории, мое предыдущее видео, где я говорю, что я очень-очень много работала, тяжело, трудно работала, и зарабатывала деньги всегда сама, и не привыкла зависеть от мужчины. И поэтому вот сейчас мне очень сложно перестроиться вот на это. Может быть, это неправильно, может, мне надо расслабиться и довериться, да, моему мужчине, сейчас уже мужу. Но вот у меня такой характер. В общем, я тогда отказалась, и тогда мы пошли в университет узнать, могу ли я поступить на обучение по специальности, на сертификат здесь так называется. Ну, то есть можно получить более, более такое, вот такой, так скажем, самый низкий уровень обучения в колледже или в университете, это сертификат, это как бы вот, как, скажем, у нас ПТУ, да, в училище, это получить какую-то специальность, например, эдикейтор, это воспитатель в детском саду, например, или это продавец в магазине, или это хейрдрессер, парикмахер в салоне, или это, что еще, что еще может быть, работник кафе, да, на кухне, так скажем, или в казино, или в ресторане, я не помню, как это уже вот сейчас здесь называется, или можно более, следующий уровень, это обучаться на диплом, тогда это уже и подольше, и подороже, так скажем, ну, или поступить в университет, это уже называется дегри, или мастер, так скажем. Ну, вот так, как у меня еще нет английского языка, обучаться вот на какую-то уже более сложную профессию, сложное обучение проходить, где нужен уже очень хороший уровень английского языка, чтобы поступить в университет, вот мне муж тогда посоветовал. Как только я приехала в Австралию, я ему говорила, что он знал, что я не хочу сидеть дома, я не привыкла, мне это неинтересно, и я хочу пойти учиться, и хочу работать здесь в Австралии, для того, чтобы встретить новых друзей, общаться и проводить время. Но я тогда уже сразу сказала, что работать не для того, чтобы получить деньги, то есть я не пойду, например, уборщице, потому что я смогу без английского языка работать и получить деньги. Нет, то есть я дала ему понять, что я хочу сначала выучить английский язык и выучиться, чтобы получить какую-то квалификацию в Австралии, потому что я тогда уже здесь прочитала, что в Австралии очень сложно получить работу без австралийской квалификации. нужно здесь сначала получить квалификацию, получить какой-то опыт, потому что получая опыт даже волонтерства, это бесплатная работа где-то, ты получаешь рекомендации от этих людей, и эти рекомендации ты потом можешь указать в своем резюме, и тебе легче уже получить постоянную работу в Австралии. Что у меня и было, кстати, вот это обучение, первые мои курсы английского языка в Сью-Йорк колледже, я тогда получила, потому что учитель был очень мной доволен, он всегда мне говорил, мой, значит, favorite student называл меня, мой best student, и я, когда эти вот мои восемь уроков закончились, я к нему подошла и спросила, не может ли он дать мне референс, какие-то рекомендации, и он сказал, что без проблем, он прислал мне на почту письмо рекомендательное, которое я потом использовала, сначала поступив на волонтерство, я немножко где-то два месяца волонтерила здесь, в Red Cross, организация такая Red Cross, это как бы магазин Second Hand был, и я была там ассистент продавца, но эти два месяца мне все равно помогли, опять же, вот эта вот практика общения и английского языка, и они мне тоже дали свои референс, рекомендации, и вот эти вот я две рекомендации, да, у меня еще была третья рекомендация от одной нашей русскоязычной девочки здесь в Австралии, она уже очень-очень долго живет здесь, больше десяти лет, по-моему, и у нее дочки-астралийки, но она хотела, чтобы я с ними немножечко позанималась русским языком, и мы, ну вот у меня был такой опыт, и она мне дала рекомендацию, как учитель русского языка здесь, в Австралии, вот так вот, у меня три рекомендации было при поступлении на работу, я думаю, что они мне помогли, ну вот, значит, остановилась я на том, что пошла я, пообщавшись с мужем, он мне порекомендовал получить сертификат воспитателя, educator, да, child care education, это yearly childhood child care education, здесь называются центры раннего развития и обучения детей раннего дошкольного возраста, вот так что ли, и он сказал, что вот смотри, во-первых, ты педагог по образованию, тебе это близко, ты любишь детей, тебе нравится, да, работать с детьми, у тебя есть уже опыт, большой опыт работы в школе, воспитания твоих детей, вот, к тому же, общаться с детьми, вот этого твоего уровня английского языка достаточно, общаться с коллегами и с родителями, это быстро придёт, как только ты начнёшь вот эту практику, поэтому, если тебе это интересно, давай, значит, мы оплатим эти курсы, да, эти курсы платные, на тот момент они были платные, для, я думаю, что для граждан, граждан Австралии, вот на сертификат можно обучаться бесплатно, по-моему, там какие-то 500 долларов всего нужно заплатить, но вот мне нужно было так заплатить, мы оплатили моё обучение, 3000 долларов за всё время обучения, и я, значит, мы пошли в университет, где мне опять надо было пройти интервью, я сдала тест, где педагог, преподаватель предупредил моего мужа, что да, вот сейчас вы разговариваете за свою жену, но имейте в виду, что интервью, тест ей надо будет пройти самой самостоятельно, мне определили день, пригласили меня, у меня мой муж такой хитрый, он просто спросил, как бы для себя, могу я посмотреть, вот, ну, какого плана вот это тестирование, что туда входит, и она сказала, да, без проблем, дала ему какие-то там бумаги, которые он прихватил с собой, и дома он мне сказал, вот смотри, подготовься, и мне, кстати, это помогло, я подготовилась, потому что я увидела, что там какие примерно вопросы будут, мне не составляло сложности, труда ответить на них, но там последний был такой, написать, значит, нужно было какое-то такое маленькое, небольшое сочинение, менее сочинение на английском языке, а выбрать одну из трёх тем, вот, я, значит, по всем этим трем темам так приблизительно дома подготовилась, и когда я пришла, я, в общем, очень-очень легко прошла это интервью, преподавателю её очень понравилось, она прямо сказала мне, всё, давай, это было четверг, она мне сказала, давай в понедельник, прямо приступай, у меня как раз урок, ты приступаешь уже, значит, я беру тебя в группу, и ты начинаешь обучение, значит, вот на этот вот сертификат в Чарльз-Дарвин университи, но она мне сказала, но мне нужно будет всё равно сначала предварительно посмотреть, подходишь ли ты вот по своей вот этой визе, и она мне позвонила в пятницу, извинилась и сказала, к сожалению, вот мы посмотрели, твой партнёрская виза, это ещё недостаточно даже платно, пока ты не получишь temporary resident, ты не можешь обучаться здесь, ну всё, мы успокоились и решили, вот как только я получу temporary resident, я пойду уже вот на IMEB курс английского языка, бесплатный 510 часов, и тогда уже пойду обучаться на сертификат. Вот через 4 месяца, когда я получила свои, когда я получила temporary resident, да, вот получила статус постоянного жителя Австралии, я пошла на курсы английского языка, бесплатные, это называется IMEB, я вот покажу вам, вот так вот называется, и я посещала эти курсы английского языка два раза в неделю, после работы, вечернее время, там можно на выбор, можно посещать дневную, но так как я к тому времени уже работала, а нет, 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 я ещё не работала, но я планировала, что я пойду работать, и я выбрала вечерние курсы, трёхчасовые, два раза в неделю, три часа вечером, и параллельно с этим мы пошли, значит, снова вернулись в университет, но, к сожалению, они посмотрели снова и сказали, что нет, только permanent resident я могу обучаться, тогда мы поехали в другой колледж, Alana K. College, и там я прошла такое же тестирование, без мужа, на английском языке, отвечала на вопросы, и писала там вот какое-то маленькое сочинение, и они меня взяли, вот, значит, нужно было оплатить 3000 долларов, но не сразу, они сказали, что 500 долларов вы оплачиваете сейчас, и на протяжении всей учёбы, значит, это 18 месяцев, полтора года, вы можете оплачивать вот этот вот, вот этот вот сертификат, да, оплату за этот сертификат, но вы не получите на руки сертификат, пока вы вот до конца не оплатите вот эту сумму, и я вот начала параллельно обучаться, значит, и в колледже, там у меня было обучение два раза в месяц по субботам, это нужно было приезжать туда, где-то 4-5 часов, занятие по субботам было, а остальное всё онлайн, то есть я выполняла вот эти вот тесты все, они мне присылали онлайн, я выполняла их онлайн, и отправляла, и там они мне уже их проверяли, и присылали результат, 18 юнитов, значит, 18 тем нужно было сдать, 18 больших, больших, огромных тестов, вы знаете, это по 40 страниц, по 40 страниц, трудно было сказать честно, с моим уровнем английского языка было очень-очень сложно, но я уже говорила, когда я рассказывала о моей работе в Австралии, я очень быстро получила вот эту вот работу в Австралии, и работа мне помогла закончить, значит, вот этот колледж, получить сертификат, а что о моем, значит, вот английском, обучении английского языка на курсах IMAP, я обучалась там где-то на протяжении года, может быть, вот так вот, скажем, у меня до сих пор есть где-то часов 200, я не использовала, я такая ленивая, такая нотти, нотти гел, я забросила это, наверное, мне надо вернуться, но пока все как-то не решаюсь, значит, да, помогает, немного помогает, но не настолько, иногда я вот находила это настолько скучным, я начинала со второго уровня обучения, но я перешла быстро, так меня перевели на третий уровень, не хвастаюсь, но это так, я вот четыре раза была лучшим студентом месяца, у меня есть вот такие дипломы, вот это вот май 2018, июнь 2018, я становилась лучшим студентом месяца, потом в октябре у меня тоже есть такой диплом, еще вот у меня есть диплом из этого, значит, Степс, это такая организация Степс, где я проходила вот обучение английскому языку, вот тоже здесь, это вот, значит, какой-то сертификат 3, они мне дали, spoken and writing English language, то есть я сдавала какие-то там тесты, проходила их, и вот мне это дали, почему я вот это вот получала, я не хвастаюсь, да, вот этими, я, конечно, гордаю этим, и мой муж очень-очень горд, видите, он мне даже все это заламинировал, чтобы я это хранила, вот, потому что он гордится мной, что я вот так вот учу, вот так вот хорошо, значит, развиваю свой английский язык, значит, почему я получала вот это все, и почему мне как-то немножечко пропал интерес этих курсов, потому что, вот знаете, у некоторых студентов уровень настолько вот еще намного-намного ниже моего, особенно этого девочек из азиатских стран, которые здесь приехали, и работают клинерами, да, вот уборщицами, и они не общаются, они не общаются, а мужчины, их мужья, вот это я не хочу осуждать, это вот, это жизнь, это их выбор, и это выбор их мужей, они пошли на это, они выбрали это, и мужья их старше на 30, на 35 лет, возможно, это неплохо, но вот это, это те мужчины, которые увлекаются, здесь уже вот пенсионеры, да, и они увлекаются, либо своим хозяйством на ранчо, либо в основном здесь, в Дарвине, это фишемы, это вот рыбаки, рыбаки, да, вот, им жена больше нужна, вот как бы, ну, для какого-то развлечения, они больше, больше они увлекаются своей рыбалкой, и дома они, вот я, например, разговаривала с девочкой из Камбоджи, кстати, у нее муж не рыбак, у нее муж преподаватель в университете, здесь, Чарльз Дарвин, университет, ну, вот смотрите, если ей где-то около 30-27, по-моему, она говорила, а ее мужу 65 или 63 года, я ее спрашивала, ой, а как же ты, извини, а как же ты общаешься с мужем, у нее очень-очень слабый уровень, они близко в язык, а она мне говорила, улыбаясь, а я с ним не общаюсь, ну, вот она приехала сюда, вот чтобы только приехать, здесь она общается со своими девочками-камбоджейками, в комьюнити, с такими же молодыми девчонками, которые вышли замуж за пожилых астралийцев, и многие из них рожают детей от них, и вот это вот их жизнь, это их выбор, и вот я вот что хочу сказать, я не осуждаю, молодцы девчонки, молодцы эти мужчины, которые уже такие пожилые мужчины, выбрали себе красивеньких, стройненьких девчонок, азиаток, филиппинок здесь очень много, из Тайвани, из Таиланда, вьетнамки, китайки, все-все-все, китайских девочек с пожилыми мужьями здесь, прям вот, чуть ли не на каждом шагу, вот, и вот на этих курсах много таких девочек, и они учатся, они молодцы, они учат английский язык, но у них все это так медленно, а я человек такого характера, все делаю так быстро, и я вот эти вот тесты все делала очень-очень быстро, самое первое, вот я только из-за этого получала вот эти вот все дипломы, так скажем, сертификаты, а ворс, а ворс, как правильно это сказать, вот, но мне становилось все скучнее и скучнее, вот что я прихожу, и она мне говорит, ой, ну вот я закончила этот вопрос, она, ну, ну посмотри, вот еще что-нибудь, вот может быть, в интернете, и я думала, ну вот зачем же я после работы уставшая, а у меня работа, ну, скажем, такая, скажем, нелегкая, да, не сетячая, не такая расслабляющая, я уставшая, ехала вот на эти курсы английского языка, и чтоб три часа там сидеть, вот что-то онлайн, я говорила себе, а я дома посижу онлайн, и не забывайте, мне надо было еще дома онлайн делать мою работу, вот в колледже, и вот так я постепенно-постепенно стала пропускать, и постепенно забросила, я сказала моему мужу, я устала, мне интересно, мне нужен перерыв, и вы знаете, я даже дома, общаясь с моим мужем, и смотря новости на английском языке, передачи на английском языке, мне кажется, я больше получаю вот этого, вот практики общения, потому что, ну что, вот письменный английский, мне он нужен, ну он мне больше нужен был, вот чтобы получить сертификат, мой обучение, да, в колледже, а вот для общения мне больше нужен английский, значит, вот такой бытовой, общаться с мужем, общаться с друзьями, общаться с коллегами на работе, смотреть телевизор, вот, так я приняла решение, сейчас я сделала остановку обучения, как только я закончила, значит, колледж, Аланакей колледж, и получила сертификат, я очень, очень горда этому, и мой муж горд этому, видите, он даже купил мне такую рамку, и поставил рамку этой, и он очень, очень гордится мной, вот такой мой английский, какой уровень английского у меня сейчас, мне хватает моего английского, абсолютно, чтобы общаться с моим мужем, так как он понимающий человек, и он мне помогает в этом, и он общается со мной на том уровне, на котором я понимаю, старается найти нужные слова, нужные примеры, нужные фразы, нужные выражения, и старается мне объяснять, вот, то, что я не понимаю. Мой уровень английского языка сейчас на том уровне, что я могу общаться с коллегами, но вы знаете, я что хочу сказать, что 70%, а может даже и 80% моих коллег, это все не астралийцы, это люди, прибывшие из других стран, точно так же, как и я, и поэтому мы все общаемся на одинаковом уровне, и я очень часто получаю, значит, фидбэк, как скажем, как сказать, ну вот вылетело это слово, значит, вот мои коллеги говорят, что мой уровень английского языка очень хорош, очень хорош, даже вот моя коллега по моей группе, Тим, по моей команде, она из Лондона, да, из Англии, она говорит, нет, твой английский, я тебя понимаю на 100%, то есть, ну вот достаточно, с родителями я тоже общаюсь, не так, скажем, уже вот прямо на высоком уровне, да, на большом, ну вот то, что мне нужно сказать о детях, я это говорю, или то, что им нужно сказать о ребенке, да, утром, оставляя ребенка, я это понимаю, значит, я могу общаться в магазинах, я сейчас уже самостоятельно могу поехать в поликлинику, если мне нужно, да, я могу сама заказ сделать в кафе где-то, я могу сама сделать покупки в магазине, уже без моего мужа, вот так вот, значит, я общаюсь с его родственниками, которые сказали, что очень большой прогресс у меня, в отличие от 3-4 лет назад, его друзья говорят то же самое моему мужу, и вот вы знаете, мы были, мы были в нашем последнем круизе, вот в ноябре-декабре, мы познакомились с одной австралийской парой, из Вестерна Австралии, пожилой парой, там общались с ними ежедневно, прекрасные, прекрасные люди, такие интересные, в общем, вот мы дружим даже сейчас, вот онлайн, там переписываемся немного, так вот Эрик сказал, вот после нескольких дней общения, он смотрит на меня и говорит, Наталья, я так восхищаюсь тобой, что ты вот, находясь здесь, в Австралии, всего каких-то там 3,5 года, и твой уровень языка настолько хорош, что ты вот так общаешься с нами, и что я тебя понимаю, что ты нас прекрасно понимаешь, и я вот задумываюсь, неужели если бы я приехал в Россию, и прожил 4 года там, и мог вот так вот общаться на русском языке, и понимать это, людей, да, и говорить это, ну то есть вот он находит это, вот просто как он сказал, что это amazing, и конечно же я благодарна, когда я получаю такой фидбэк о моём английском языке, вот это вот о моём английском языке, я ещё чуть-чуть, возможно, затрону, когда я сейчас перейду ко второй части, значит, моего видео, или я посмотрю, если это видео очень большое, может быть я сделаю это во второй части, то есть я хочу поговорить ещё о сайтах знакомств, где я тоже немножечко, немножечко затрону и английский язык, и я хочу вот сейчас, либо я сейчас поставлю здесь, вот прямо сейчас вставлю фотографии, либо я уже сделаю второе видео, вторую часть этой темы о сайтах знакомств, я, некоторые девочки меня просят показать, какие фотографии я выставляла на сайт знакомств, но так как я это уже было 4-5 лет назад, у меня фотографии эти, к сожалению, не сохранились, но я выбрала несколько примерных фотографий, похожих, какие я выставляла, или вот так скажем, если бы я сейчас пошла на сайт знакомств, какие бы фотографии я поставила, я сейчас вот здесь вот ставлю эти фотографии, но либо в начале следующего видео, и мы с вами немного поговорим о сайтах знакомств. Ну все, увидимся!